Над кем-то еще вчера, над кем-то много лет назад белыми бутонами раскрывались купола парашютов. Ощущения незабываемые, поэтому памяти это не позволяет остаться дома. В тельняшках и беретах крылатая пехота снова вместе. По-другому же смотришь на жизнь. То есть меняет полностью человека в лучшую сторону. Для меня это ВДВ это священно. Лучшими десантники считают себя не за красивую форму. В случае войны именно они действуют в тылу врага без поддержки других родов войск. Поэтому подготовка в ВДВ всегда была на высоте. Я пришел в инкомат и сказал, отправь меня где покруче. У меня все в роду были десантники, так что я и туда тоже хотел. Как я хотел, так и попал. На площадь выходит в основном молодежь, но есть и ветераны. Виктор Герасимов среди почетных гостей. В ВДВ он попал с самого начала Великой Отечественной войны. Участвовал в крупнейшей в мировой истории воздушно-десантной Вяземской операции. Там он проявил героизм, за который позже в Кремле был награжден Орденом Красной Звезды. И что такое этот Орден в то время был, в 1942 году? В полку было 2000 солдат и офицеров, и было только 2 человека награжденных. В годы Великой Отечественной ВДВ отличились особенно. Почти все соединения этих войск получили статус гвардейских. Так что слова десантник и гвардеец стали неразделимыми. Воздушно-десантные войска, элита вооруженных сил, гордость нашей армии. Даже в зарубежной военной литературе натовские авторы признают, нет в мире силы, равной по своим возможностям российским ВДВ. Николай Кучканов, Денис Песков, Вести Мордовия.